Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. Мы начинаем. Не приведут ли растущие ограничения, наоборот, наличных к вымиранию бумажных денег? Не уйдет ли кэш в прошлое, как шкурки редких зверей и монеты из драгметалла? Какую роль в проводах наличности сыграют набирающую популярность виртуальные валюты? Эти темы мы обсудим с нашими гостями. Александр Черствов, председатель управления Банка региональный кредит. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Дьяченко, портфельный управляющий, управляющий компанией Альфа Капитал. И гендиректор проекта «Плати за Ру» Илья Сломатов. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Ну, дамы и господа, уважаемые радиослушатели, звоните нам по телефону 65 10 99 6, а мы нашим экспертам задаем вопрос, с которого и начинаем. Когда оплата наличными станет неактуальной? Давайте с вас, Александр. Ну, я, к сожалению, не могу назвать точную дату, когда же это будет. Наверное, как и все разумные люди, я понимаю, что когда-нибудь, необходимость расчета наличной отпадет. Но быстрее всего, что это какое-то необозримое будущее, которое пока прогнозировать сложно. Сейчас я могу сказать о свершившихся фактах. Например, буквально несколько дней назад, например, к нам поступили деньги нового образца, напечатанное к Олимпиаде Сочи. Вот каждый у нас как раз по одному из таких образцов приготовил. Спасибо. Это полноценное платежное средство номиналом 100 рублей. То есть их можно расплачиваться в магазины, покупать любые вещи. Стоилось как минимум 100 рублей. Пока не напечатано в ограниченном количестве, в принципе, больше расходится по нумизматам и людей, которые интересуются этой тематикой. Но есть вероятность, что будет напечатано в достаточном объеме и, возможно, заменит какие-то купюры текущего образца. Ну а это, наверное, уходящие в прошлое, это металлические деньги, тоже новая серия, которая тоже выпущена в Олимпиаде. Номинал эта монета 25 рублей. В принципе, они также являются платежным средством, но в основном, в принципе, все-таки пользуются спросом у коллекционеров. Да, скорее всего, деньги будут оставаться коллекционерам. По крайней мере, 25-рублевая монета, это я лично вижу впервые. Пусть она и выпущена ограниченным тиражом и относится только к празднику, к спортивному празднику. Андрей, ваши прогнозы, когда умрет наличка? Ну, я думаю, что далеко за пределами обозримого будущего. Все-таки? Ну да, то есть, несмотря на то, что сложившийся тренд на снижение количества физических денег в экономике, он наблюдается. Но он не столь прогрессивный, как могло казаться со стороны. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет технологии, по крайней мере, в развитых странах, наверное, все уголки жизни уже пронизали до нельзя. Я думаю, что деньги будут оставаться платежным средством, будут выполнять свои функции еще достаточно долгий период. Именно наличка? Именно наличка, да. Несмотря на то, что с каждым годом кошелек наш все худеет, но не потому, что денег там становится меньше, а потому, что количество купюр там становится меньше, и все умещается на одной, максимум двух-трех банковских картах. Ну, самое главное ограничение здесь инертность человеческого мышления. То есть, какие-то вещи сидят глубоко в подкорке, мы не можем их контролировать. И несмотря на весь багаж знаний, технологий, в случае, если возникают какие-то кризисные явления, человек все равно тяготеет к ощутимым вещам, к физически ощутимым вещам. Илья, ваш прогноз? Я согласен с мнениями, которые прозвучали раньше. Естественно, это не ближайшее будущее, и далеко, наверное, нам еще много времени надо пожить, и, наверное, нашим детям, внукам точно придется пользоваться бумажными деньгами. Но в целом я бы хотел рассказать, чтобы хоть какое-то другое мнение, да, чтобы другие слова были. Поскольку я, тем более, работаю в интернете, связано с интернет-индустрией моей работой, все-таки, конечно же, всем понятно, что тенденция и объем безналичных расчетов, он будет прирастать. Да, и количество безналичных каких-то операций, сумм, где люди тратят деньги электронные, будь то или с карточек, или в интернете, или даже в офлайне, оно, естественно, будет увеличиваться. И объем, вот когда оперируют люди бумажками, он уменьшаться будет, и это, наверное, неоспоримо. Но когда полностью выйдут бумажные деньги из обращения, тем более там во всем мире, невозможно предугадать, это долго будет, я думаю, очень. А мне кажется, остается все меньше сфер и мест, где можно расплатиться только наличными деньгами. Потому что даже в такси мы все уже стараемся избегать бомбил, где все происходит при непосредственном контакте с наличными деньгами и водителем. А такси, которые мы вызываем по телефону, они один за одним принимают карточки. Ну, давайте не будем рассматривать всю систему только на примере Москвы, например, или каких-то других развитых очагов цивилизации. Несмотря на то, что, да, у нас уже, ну, по крайней мере, существующие технологии действительно позволяют жить без налички. Но в то же самое время доля наличных денег, именно наличных денег в денежном агрегате, то есть в денежной массе в экономике, ну, порядка, там, чуть-чуть меньше 30%. И снизилась она за последние 10 лет, наверное, процентов на 5, на 6, ну, может быть, на 7. В США доля тоже держится на уровне 30, может быть, даже чуть больше. В Европе доля несколько ниже, но там немного другие условия, там более компактное проживание. Но, тем не менее, вот, несмотря на все вот эти вот имеющиеся технологические возможности, наличка все равно остается в обороте развитых экономик. Что говорить уже о тех экономиках, которые только становятся на этот путь. Там без налички большая часть, наверное, расчетов невозможна, как раз именно на уровне населения. Около 2 миллиардов людей на планете живут не только без интернета, но и вообще без электричества. Там понятно, там, причем не только наличка, там все теми же самыми камушками, животными, шкурками и прочими-прочими другими средствами платежа оперируют. А речь идет, ну, о среднестатистическом, землянине и вообще где нужны бумажные деньги? Ну, я не знаю, ведь, например, даже взять развитую страну, там, США, например. Ведь тоже наличные деньги присутствуют, люди ими оперируют по разным причинам. Где-то они там, может быть, не хотят афишировать свои покупки, да, и покупают какие-то вещи, которые, ну, конфиденциальные, скажем так, расплачиваются налом. Где-то, может быть, не совсем порядочные люди, которые пытаются уйти от налогов, еще чем-то оперируют налом тоже. Где-то не светит личный раз государству деньги. Понятно, что любому государству выгодно наращивать объем безналичных расчетов, чтобы, ну, контролировать все потоки, собственно говоря, и смотреть, где какие средства у людей находятся, куда тратится, что покупается. Вот, но, вот тут желание людей, желание государства, понятно, что где-то они не совпадают, где-то совпадают. Ну, кстати, одним из, точнее, одной из целей вывода из теневого сектора, вот, оборот денег, является внедрение таких запретительных мер нахождения наличности. То есть, например, со следующего года планируется у нас в России уже запретить покупки свыше 600 тысяч рублей осуществлять наличными платежами. 600 тысяч – это как раз та сумма, которая попадает в госрегулирование. То есть, как раз 600 тысяч, и сразу наше ЦБ видит вот эти платежи. И если брать страны, то европейские, кстати, развиты, там, наоборот, эта сумма еще меньше. Там давно уже, да. То есть, там запрещено даже в кошельках держать большие суммы наличности, и тебя могут арестовать. Если покопаться в интернете, можно перечислить эти страны. И более того, уже и в обиходе, в Америке, если у тебя купюра там 100-200 долларов, это уже как-то странновато. Ты из России, значит. Ну, из России, либо ты, если это речь идет об Америке, то ты из какой-нибудь латиноамериканской страны, возможно, имеешь связи с преступным миром и так далее. Первая четверть программы нашей пролетела. Уважаемые радиослушатели, звоните по телефону 65 10 99 и 6. Можете рассказывать о том, как вы обходитесь безналичных. Или наоборот, не собираетесь переводить свою жизнь на безналичную оплату, либо пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Можете задать вопросы нашим экспертам. Мы через полтора минуты вернемся в студию программы «Парадокс» радио «Финам.фм». Итак, мы продолжаем тему нашей программы, когда оплата наличными станет неактуальной. Парадокс в чем? Все больше людей отказываются от наличных денег, однако непосредственно смерть наличных денег, возможно, не наступит никогда. Да, гость нашей программы Александр Черствов, председатель управления банка «Региональный кредит», Андрей Зьещенко, портфельный управляющий, управляющий компанией «Альфа Капитал» и Илья Саламатов, гендиректор проекта «Плати за Ру». И у меня вопрос ко всем нашим гостям. Вот откройте ваши кошельки и скажите, сколько у вас наличных сейчас в данный момент? Александр, вот у вас есть вообще они наличные? Ну, мне больше 10 тысяч. Так, а у вас, Алексей? Андрей, простите. Да, у меня, ну, как я уже сказал, во время перерыва у меня в кошельке налички нет. Ну, вот эти подаренные новые 100 рублей, конечно, да, займут там сейчас место, но так я уже... Ну, вряд ли вы их будете тратить, это все-таки подарок. Ну, само собой, ну, по крайней мере, какое-то время они будут в кошельке. То есть... В Москве, да, вполне может существовать без наличных, ну, по крайней мере, я еще не испытывал, там, за последний, наверное, год каких-то проблем. И скажите, как давно вы уже настроили свою жизнь таким образом, что наличка в кошельке не нужна? Да, я ее особо не настраивал, как бы, жизнь сама настраивается. То есть, это тенденция экономическая, когда издержки на обслуживание денежного потока у субъектов экономики, ну, их можно снизить, избежав физического оборота денег, конечно, они пойдут в эту сторону. Зачем магазину, там, заказывать инкассацию и прочие вещи? Ну, и опять же, банки могут настраивать свою тарифную сетку таким образом, чтобы, там, вынуждать пользователей меньше пользоваться наличным. Ну, это, как бы, вещи такие настраиваемые. Меня, как пользователя, больше интересует, что, да, все услуги, которые мне нужны, в том числе, кстати, и парикмахерские услуги, можно спокойно оплачивать уже безналично. Даже парикмахерские? Даже парикмахерские. Ну, видимо, какой-то кэш нужно иметь, чтобы чай дать парикмахеру за то, что он тебе ухо не отрезал. А сейчас очень многие, опять же, понимая эту тенденцию, включают свои чаевые уже в чек. Поэтому таких проблем нет. Ну, тогда это видно все хозяину, и хозяин видит, ага, у тебя чаевых много, тогда извините меня, я тебе не буду повышать зарплату. А я только за честную экономику. Отлично, а у вас, Илья, сколько кэша в бумажнике? За 1315 рублей. Отлично, все посчитали. Вы как-нибудь обходитесь, или это на всякий случай, там, нужно будет срочно такси заказать, или в магазины, которые еще выходите, которые еще не перевелись на онлайн-плату? Я, как ни странно, часто пользуюсь очень наличкой. У меня много друзей, знакомых, которые не носят с собой нал, а платят карты везде. То есть, там, собирают какие-то баллы, например, да, посчитанные программы у многих банков есть. Ну, я как-то вот, может быть, плачу там, где не берут, может быть, карты. Вот, налом часто плачу, честно говоря, да. Кстати, вот сейчас только что вспомнил, в метро до сих пор нельзя купить билеты по карте, только наличка. Но при этом можно пройти по банковской карте. Существует большое количество карт, которые позволяют, в принципе, считывать информацию, и, в принципе, автоматически это является оплатой. А следующим этапом это можно будет делать уже с помощью сотового телефона, смартфона. Об этом мы еще поговорим. Сейчас вот только озвучу вопрос от слушателя. Вы, кстати, уважаемые радиослушатели, можете тоже добавлять свои вопросы. Если не можете звонить по телефону 65 10 99 6, пишите на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Вопрос следующий. Какие нужны экономические, политические и другие технические решения для того, чтобы расширить внедрение безналичных платежей в России? Ну, я бы сказал, что, наверное, все-таки в области психологии идет основная загрузка. Потому что мы уже говорили об этом. Когда все плохо, когда возрастает уровень недоверия, то люди переходят к тем способам оплаты, которым проще контролировать. Вот, просто им контролировать деньги в обмен на товар. В принципе, возрастает количество денег в кошелке. Если повышается уровень доверия как к электронным системам, к банкам, к продавцам, тут же, соответственно, идет уже уменьшение доли наличных воротов, идет увеличение доли безналичных воротов. Для этого, во-первых, конечно, необходимо время. Потому что чем больше ты пользуешься как раз услугами электронной коммерции, тогда, соответственно, ты как-то более к ним расположен. Ну и, безусловно, люди должны быть, наверное, как-то экономически более защищенными. То есть, когда они будут понимать, что, в принципе, их защищают от каких-то мошенников, от каких-то недобросовестных продавцов, то, наверное, они, в принципе, больше доверяют и каким-то более современным методам оплаты. Поэтому я считаю, что, в первую очередь, это уровень доверия. Во вторую очередь, это, соответственно, конечно, наше законодательство. То есть, то, что, в принципе, мы сейчас видим как закон, который предполагает ограничивать непосредственно обращение наличных денежных средств, безусловно, сложно его оценивать позитивно в плане предпринимателей. Мы не так давно эту тему обсуждали в клубе лидеров, одним из членов которых я являюсь. Все сошлись сомнениями, что, безусловно, это неприятно, когда тебе сверху спускают ограничения, которыми ты должен пользоваться, и которые тебя могут ограничивать в каких-то вещах. Но, с другой стороны, абсолютно все сходятся во мнении, что принципиально каким-то образом кардинально их жизнь это не изменит. Потому что те покупки свыше 100 тысяч, они бывают достаточно редко в жизни. Как правило, к ним они готовятся, многие покупатели. И более того, что уже очень большая доля этих покупок и так проходит по безналичным оплатам. То есть я не знаю в статистике, сколько же в общем обороте занимают покупки свыше 600 тысяч. Но если посмотреть, соответственно, статистику по ипотечным кредитам и по статистику по автокредитованию, ипотечный кредит уже более 25% на сегодняшний день проходит через банки, а значит, это большая доля безналичных расчетов по автокредитованию более 50%. Таким образом, в принципе, все эти операции и так уже тем или иным образом проходят через банковские счета, и, в принципе, закон серьезно их доли не увеличит. Но с другой стороны, в принципе, каким-то образом, вот такие нововведения, которые бывают, в первую очередь, как-то вызывающе непопулярны, они очень часто показывают, что жизнь, в принципе, они актуальны и через какое-то время переживаются. Например, там, страхование автомобилей, всем известно, тоже сначала было принято как-то в штыки, и все его там отвергали. На сегодняшний день все считают, что да, это разумная мера. Спасение, победа над автоподставами. Страхование вкладов тоже первоначально как-то... Ну, никто этого не отрицал, но, в принципе, все понимают, что это благой закон, который привел все-таки к серьезным улучшениям для всех участников. Ну, я как-то искренне надеюсь, что, наверное, в принципе, и этот закон в конечном итоге как-то сдвинет соотношение наличного-безналичного оборота в сторону безналичного, потому что если рассматривать все-таки какую-то долгосрочную перспективу, которая будет в каком-то обозримом для нас будущем, все это должно привести, конечно же, к уменьшению объема наличных денежных средств на руках, как правило, и эти денежные средства окажутся в банках, которые прямо либо косвенно пойдут на кредитный рынок и будут дополнительным стилем для развития нашей экономики. Вот вы упомянули защиту и недоверие или минимальное доверие. Сопоставимы ли кражи денег при уличных грабежах, вскрытии квартир с числом киберограблений? Есть ли основания опасаться не заводить онлайн-кошельки из-за большого количества преступлений в интернете? Как вы думаете? Ну, я думаю, основания есть, конечно. Достаточно много мошенничества в интернете. Вот. И там целые группы орудуют. И даже много было по этому поводу новостей, когда закрывали, ну, там, ловили в Америке, например, хакеров каких-то и называли суммы, ну, я же не знаю, насколько можно доверять в СМИ, да, но называли суммы миллионы долларов. Вот. Понятно, что это не с одного сущего счета сворованы деньги, а у многих людей получается, да. Ну, с другой стороны, действительно, потери налого, да, так скажем, из кошелька, наверное, нельзя просто говорить только про грабежи. Ну, и банально там рассеянность какая-то, банально потерянный кошелек, еще что-то, такие вещи. Надо тоже что-то, наверное, учитывать, потому что потеря карточки, она ни за собой не влечет таких проблем. Все-таки все-таки банки и деньги за несохранность. Поэтому я думаю, что и тут, и тут есть какие-то моменты где-то опасаться, но сравнить и точно сказать, как безопаснее, я не берусь. Я не берусь. В интернете очень много сейчас покупок происходит, и растет доля вообще оплаты покупок через интернет. Возможности вернуть деньги. Да, да, ну, там страхуют, то есть те же самые электронные валюты, например, те же кошельки, да, там, не знаю, возьмем PayPal тот же самый, он страхует, и если ты покупаешь что-то на eBay, и банально продается, там, даже не смог вовремя отправить, или там, недобропорядочные, как минимум, такие вещи сразу тебе возвращают деньги, платежцы страхуют. Есть визи, мастер-карты через бейки, когда человек заявляет, да, там какое-то время придется потратить, доказать, но, в принципе, тоже можно вернуть, если у тебя деньги были сворованы. Там все это страхуется, есть какие-то способы, да, возврата. Плюс выгодно пользоваться электронными, да, деньгами и карточками. Это, опять же, те же самые бонусы. В интернете ты можешь купить какие-то вещи, которые ты никогда не купишь вот так за налб, не пойдешь в соседний там магазин, не найдешь. Ты что-то редкое можешь заказать с тех же самых аккаунтов интернета или каких-то товаров. Там у тебя доступ, по сути, к торговле во всем мире есть. Очень много, очень много плюсов за счет этого. Наверное, и растут эти платежи. Я бы все-таки рекомендовал, наверное, пользоваться, и, может быть, потихоньку, аккуратно, аккуратнее. Не надо там сразу оперировать какими-то суммами гигантскими. Не надо, наверное, на электронный кошелек загонять какие-то там бешеные сотни тысяч, может быть, даже, да. А потихоньку вот так вот познакомиться я бы рекомендовал. То есть, равно как мы должны просчитывать маршрут своего передвижения, когда мы в кошельке держим бумажные деньги, не ходить в темное время суток по неблагонадежным местам. Так и в интернете мы не должны оплачивать покупки на неизвестных сайтах за первую попавшуюся покупку. У нас есть полтора минуты для новостей, и через этот перемежуток времени мы вернемся в студию. Мы продолжаем определять время, когда умрет кэш, по крайней мере, в России, ну или в мире. Гость нашей программы Александр Черствов, председатель управления Банк Региональный Кредит, гендиректор проекта Плати за Ру Илья Саламатов и портфельный управляющий компанией Альфа Капитал Андрей Дьяченко. И у меня к нему сразу вопрос. Вот Россия в ближайшие годы войдет в топ-10 стран по темпам роста онлайн-торговли. В одном только в прошлом году в России объем рынка электронной коммерции составил 405 миллиардов рублей, а во всем мире уже в ближайшее время объем торговли, интернет-торговли может превысить триллион долларов. Вот в связи с этими гигантскими, я бы сказал, и многомиллиардными шагами, какие перспективы ожидают страны, нашу страну, ну и весь мир в частности? Ну, я бы разделил все-таки эти две тенденции, то есть тенденцию уменьшения кэша вообще в принципе в экономике и тенденцию увеличения количества онлайн-торговли по той простой причине, что к онлайн-торговле прибегают люди, которые уже в той или иной степени пользуются электронными услугами, электронным банкингом, оплату по карточке просто в магазине. Они постепенно начинают доверять этой системе электронных платежей и постепенно переходят как раз к покупкам уже в интернет-магазинах. Для того, чтобы... Ну, то есть я практически ни разу не встречал случаев, когда человек все время пользовался только кэшем и вдруг начал покупать там на ebay или еще где-то, совершенно не важно. Вот, поэтому это некоторый путь. То, что увеличивается количество электронных покупок, говорит о том, что, ну, люди начинают оценивать свои издержки и начинают пользоваться теми возможностями технологическими, которые сейчас мир дает, предоставляет. Сидя дома, можно спокойно сравнить цены в разных регионах. И, в принципе, если доверять службам доставки, в том числе и в России, то можно существенно экономить. А это уже, ну, многие начинают об этом задумываться. Вот, ну, в принципе, возвращаясь немножко назад к вопросу о безопасности, допустим, в сети и прочим вещам, на мой взгляд, доля людей, которые, скажем так, хотят воспользоваться чужими заработанными средствами, она никак не изменится вне зависимости от того, будут ли абсолютно 100% кэш-оборот, либо 100% электронный оборот. То есть это некая постоянная часть мирового населения, которая не хочет зарабатывать честным путем. Вот, поэтому этого бояться, на мой взгляд, не стоит. Стоит бояться своих, ну, скажем так, не то чтобы безалаберности, да, не будем использовать такое грубое слово, низкого уровня знаний, низкого уровня финансовой культуры. То есть если люди не понимают, с чем они имеют дело, до конца не понимают, то шанс того, что они сами совершат ошибку в рамках нормальных прозрачных правил, и это приведет к какому-то негативному результату, вот это достаточно высокий шанс такого шага. В свою очередь, это ведет к тому, что человек перестает доверять электронной системе и возвращается как раз к наличным деньгам. Но это не говорит о том, что вся система, в ней есть какой-то изъян или прочие вещи. Ну, вот, кстати, вот это одна из целей, почему сокращают оборот наличности, это именно победа, точнее борьба с уличной преступностью, с уличными грабежами. То есть эти преступники, эти люди, которые не хотят зарабатывать и хотят грабить, они, получается, остаются не у дел, потому что если раньше у каждого человека был кошелек, в котором была наличность, и по внешнему виду можно было определить, насколько много этой наличности в кошельке, то теперь это уже не очевидно. Украв банковскую карту, он не становится богаче, потому что человек, если он остается жив, он тут же блокирует все платежи. И, получается, те преступники, которые не смогут усовершенствовать свое преступное ремесло, они завяжут с этим, говоря криминальным языком. Свято место пусто не бывает, придут более обученные преступники. Опять же, повторюсь, вот эта вот некая постоянная величина, она будет присутствовать. Точно так же, как есть расхожее мнение, что, условно, предпринимательством может заниматься не более 5% населения. Кого меньше. Какой бы уровень развития цивилизации при этом не был. То есть это те люди, которые вот их мировоззрение, оно повернуто в эту сторону. Значит, будет расти доля киберпреступников, если будет уменьшаться доля уличных преступников. Вот и все. Ну, когда особенно за интернетом, за монитором будет создаваться такая мнимая иллюзия безнаказанности. Ну, вот это да. Это вот тот аспект, который... Почему люди друг друга оскорбляют в интернете? Ну, на мой взгляд, это один вот из аспектов, который как раз тормозит цивилизованное развитие всей этой системы. Это вот то, что я привык называть как раз культурой электронного общения. Я сюда включаю в том числе электронные платежи. Да, существует мнение, что сидя за монитором и не видя своего оппонента, ты спокойно можешь делать все, что хочешь. Ну, я могу сказать, что даже моего уровня знаний хватает для того, чтобы понимать, что это далеко не так. Просто пока что вы не представляете интереса, чтобы его тратиться на вас. На самом деле, вход в интернет, и вы уже начинаете следить. Вы уже прозрачен, вы уже наследили. Да, да, да. Если не хотите, чтобы про вас что-то знали, просто не заходите в интернет. Отличный вариант. Илья, вот вы как представитель онлайн-торговли. На сегодняшний день доля интернет-продаж в мировом рынке ритейла составляет пока около 4%. То есть, на самом деле, не так много. Но эта доля продолжает расти. И вот мы сейчас обсуждаем вероятность смерти бумажных денег. Они умрут ли в магазины, собственно? То есть, не останутся ли какие-то склады и какие-то офисы по обслуживанию интернет-заказов? И потом будет только работать логистика, доставка. Я так не думаю. Я так не думаю. Опять же, в целях безопасности. Очень много сфер, которые, наверное, тяжело перенести и в интернет. Ну, я не знаю. Банально даже какие-то вещи покупать иногда лучше, знаете, померить, чем ты покупаешь. Я имею в виду личные вещи, одежду, например. Или, не знаю, квартиру, как можно купить через интернет. Наверное, захочется зайти посмотреть, где окно. Квартиру мы не покупаем ежедневно. Нет, я понимаю, да. Ну, к примеру. Поэтому всегда будут такие сферы, которые в онлайне, наверное, невозможно реализовать в прямом виде, где нужно лично глазами что-то посмотреть, что-то потрогать, может быть, да, пощупать. Вот. Поэтому нет, не закроются, я уверен, магазины. Никуда это не денется. И понятно, что очень много торговли, да и вообще всяких разных сфер бизнеса перетекает в интернет. Ну, потому что прогресс идет вперед, и очень много возможностей открывает и людям, да, из дома действительно удобнее где-то. И выбрать гораздо проще. И товар можно какой-то найти, который так ты, там, не знаю, сколько месяцев потратишь, если ты хочешь ездить, бегать ногами, смотреть, что-то по странам. Вот. Поэтому нет, нет, не закроется. Я уверен, что не закроется. Даже ту же самую машину, наверное, да, ну, даже, не знаю, пускай недорогую, да, как вы говорите, не часто покупаешь. Но все равно же люди покупают машину, да, их много достаточно продается. Все равно же хочется, наверное, пойти на нее, там, поселить мне, посмотреть, что там за машина. Не купишь это через интернет машину. Вот мы рассматриваем вообще вероятность различных смертей, бумажных денег, магазинов. А вот этот связующий момент между потребителем и товаром или покупателем, то есть непосредственно платежная инфраструктура. А она тоже под угрозой, как выяснилось. Некая компания Square из США представила новый способ денежных переводов по электронной почте. Причем просто, если не сказать примитивно, для отправки средств достаточно написать адресату электронное письмо, в теме указать количество переводимых средств, а копию послания отправить на адрес Square Cash. В ответ будет прислана ссылка, где нужно будет ввести номер дебетовой карты. Средства списываются. Адресат сможет забрать деньги в удобной для него форме. Номер дебетовой карты связан с адресом электронной почты. То есть денег, собственно, даже нет на карте. Точнее, они есть, но даже карта не используется. И по платежам не проходит, как таковым физическим. Ну, ничего нового в этом нет. Я могу сказать, что не буду рекламировать банк, но система электронного банкинга позволяет мне просто, зная номер телефона человека, который пользуется услугами этого же банка, только по номеру его телефона перевести ему деньги, если у меня есть в этом заинтересованность какая-то. Все, мне нужно знать только номер его телефона, потому что система банкинга привязана к номеру для безопасности. Все. Это идентификатор. Как только будет, я надеюсь, все-таки будет рано или поздно в России запущена система, что у каждого человека изначально есть один номер, и он же номер телефона. Тем более при отмене мобильного рабства скорого. Да, 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 станет намного удобнее этим пользоваться. Ну, понятное дело, что придется отдать часть своей условной свободы информационной, но... Ну, вы же сами сейчас сказали, Андрей, что абсолютной свободы просто не может быть. Конечно, конечно. Я так понимаю, за номером просто, может быть, в будущем какая-то подпись цифровая твоя личная. Мы же ее не меняем всю жизнь. То, как мы на паспорте расписались, нам невыгодно менять подпись в дальнейшем, потому что тебе могут попросить и удостоверить, а вдруг у тебя там другая подпись, ты ее не меняешь. Соответственно, может быть, вот эта подпись в том же Ашане, когда платишь по карте, ты рисуешь по сенсорному экрану свою подпись, и только тогда она идентифицируется с тобой, и плачешь проходит. То есть вот мы, можно сказать, на пороге смерти, бумажных денег, кредитных карт. Главное, чтобы был человек, а средства найдутся, и средства снять с него, средства тоже найдутся. На самом деле, я не знаю, я думаю, коллега из банка меня поддержит. Сама пластиковая карта — это не есть что-то, ради чего делается бизнес. Это всего лишь форма материализации услуги. А услуга заключается в банальном переводе денег из одной точки в другую. Все. Если для этого не нужно будет выпускать карты, просто издержки снизятся. Опять же, навстречу потребителям хорошо. Я слышал такие уникальные вещи, что некоторые люди считают, что в обозримом будущем банки умрут. Даже банки умрут. Ну, кстати, Тинькофф, он пример скорой смерти банков не как таковых, не как института, а как физических отделений. У него же практически все виртуально. Ну, это разное. Это разное. У него очень узконаправленный банк. Нельзя назвать его в полной мере банком, который оказывается все услуги банковские, или хотя бы большинство этих услуг. Поэтому он обходится без инфраструктуры. А если бы он занимался еще какими-то сферами, не только выпуском кредита, то он бы никуда, наверное, не делся. Ну, на самом деле, вот тот пример, который сказал, что люди считают, что не исключено, что банки утрачивают свою роль, и какое-то будущее, манируют. Она, наверное, основана на том, что появилось достаточно много альтернативных платежных систем. Это начиная с всевозможных электронных систем и заканчивая там хоть-то расчетов через сотовых операторов, что можно через полицевый счет что-то пополнять, оплачивать и так далее. Наверное, да, какие-то альтернативные системы, они все больше и больше развиваются. Для удобства они в жизни, да, неплохие, необходимы. Но все-таки конечные в любом случае расчеты, даже пусть между этими платежными системами, осуществляют и будут осуществлять банки. И кроме того, в принципе, расчет — это только одна из функций банков, которые существуют, в всех остальных функциях также не меньше. Поэтому система расчетная и безналичный расчет, они будут усовершенствоваться, будут меняться, все будет быстрее. И каким образом будет идентифицироваться человек либо организация, никому неизвестно, будут ли отпечатки пальца, будет ли роговица глаз, будет ли уникальный номер — это будущее, и все меняется. Но само по себе роль денег в ближайшее будущее навряд ли все-таки изменится. В каком они ведут, будут наличные, безналичные — это не так важно. Важно, что, в принципе, они были, чтобы они были активным способом расчетов. — То есть все фантастические сюжеты, когда по роговице глаза, подпечатку пальца, по голосу — все это сбывается, и мы буквально на пороге этих открытий. С другой стороны, мы с некоторой частью населения расходим все дальше и дальше, особенно там, где нет не только интернета, но и даже электричества, к сожалению. У нас состоится четверть часа, быстро время летит. Я сейчас нашим радиослушателям напомню наши контакты 6510 99 и 6, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Через полторы минуты после выпуска новостей мы вернемся в студию. Здравствуйте, мы продолжаем. Гость нашей программы Александр Черствов, председатель управления банка «Региональный кледит» и член Всероссийского объединения предпринимателей «Клуб лидеров» Андрей Дьяченко, портфельный управляющий и управляющий компанией «Альфа Капитал» и гендиректор проекта «Плати за Ру» Илья Саламатов. И сейчас я представлю кое-какой документ. Директор по международным инвестициям и развитию ИКФ Групп Назаров Дмитрий рассказал, допубликовал статью, где говорит о том, что валюта сегодня не должна быть привязана к золотовалютным запасам, а по своей сути является товаром. Если, к примеру, за хорошую статью можно ставить лайки, то почему по такому же принципу за хороший товар не отдать часть виртуальных денег, которые ты получил за что-то реальное. Вот здесь мы незаметно переходим на виртуальную валюту, которая, возможно, не привязана непосредственно к деньгам, а какие-то виртуальные заслуги, виртуальный эквивалент. То есть, вот опять же, те же самые лайки. С одной стороны, это кажется фантастическим, как вот можно 100 лайков или 100 комментов монетизировать. Но, однако, это можно собрать в какой-то капитал и потом его куда-то инвестировать. То есть, например, благодаря хорошей статье ты сделался каким-то авторитетным, скажем так, блогерам и журналистам. Это тоже своего рода капитал. И это тоже можно как-то монетизировать, потому что, ну, к тебе могут обращаться какие-то агентства для того, чтобы ты опубликовал что-то под своим именем. В результате это уже будет служить интересам заказчика. Вот здесь какое-то развитие достигло своего пика или оно будет только разрастаться? Ну, вопрос, как я уже говорил, он достаточно обширный, потому что понятие капитала и понятие денег – это немножко разные вещи. И можно очень долго философствовать на тему, какова функция денег в рамках нынешней экономики и какие средства перетока капитала из одной формы в другую можно использовать при этом. Если, ну, так, совсем глобально определять, что такое деньги, это всего лишь некая субстанция, по поводу которой энное количество участников экономических отношений договорились, что они принимают его для той или иной формы взаимодействия. Все. Это грубое определение. Это может быть бумажная форма. Если мы договоримся, что данная конкретная бумажка с изображением вот этих вот фигурок и прочим-прочим-прочим принимается нами всеми на равных условиях, да, это будет нашими деньгами. Если мы договоримся, что некоторая запись электронная будет выполнять такую же функцию, это будет нашими деньгами. Если мы договоримся, что ракушка какой-нибудь редкого моллюска принимается нами для таких взаимоотношений, значит, ракушка будет нашими деньгами. По поводу, есть ли какая-то угроза нынешней финансовой системы со стороны вот таких вот виртуальных денег и прочего, ну, я считаю, что нет. Потому что, в принципе, назову их квази-деньги. То есть деньги, которые стояли параллельно с основным средством платежа в той или иной экономике, они существовали, наверное, всегда. До сих пор в той же Германии существует большое количество региональных валют. Они существуют в той же самой бумажной форме. Они принимаются на территории той или иной земли или того или иного города. Но не дальше. То есть внутренние. Да, ради бога. Никто не запрещает. Но при этом никакой угрозы для евро абсолютно нет. Точно так же и виртуальные деньги. Ну, окей, да, сейчас это популярная тема. Причем, в моем понимании, ее больше раздули, ее популярность, чем на самом деле это есть. Может быть, потому что мы ее не совсем понимаем. Но, тем не менее, вот насчет виртуальной валюты биткоин. Одно из самых популярных виртуальных валют, она на прошлой неделе подорожала до рекорда, превысила 300 долларов. То есть за один только этот год она подорожала в 20 раз. Когда виртуальная валюта, виртуальный документ, который не относится напрямую к той или иной платежной системе, демонстрирует такие темпы роста, с этим уже нельзя не считаться. Не знаю, Александр, мне эта история с биткоин напоминает историю с компанией с трех БУФМ. Знаете, очень. Я недавно натолкнулся тоже на какую-то статью, что типа того, что человек случайно купил биткоин, ты там и не подозревал даже давным-давно, а тут внезапно вчера узнал, что он, оказывается, уже там миллионер долларовый. По биткоину? Да, ну и все, он там обменялся и купился дом, там где-то на острове и счастлив. То есть у меня такое ощущение, что это идет просто какая-то, наверное, реклама массированная, да, чтобы люди покупали эти вещи, ну, 20 раз, ну, сами подумайте, что может вырасти за год 20 раз, тем более. Дело в том, что, ну, во-первых, эффект Никской базы, это рост произошел из-за того, что просто люди стали больше о ней узнавать и больше доверять, и все больше компаний, ну, возможно, которые не заняты транс. Национальным бизнесом, но, возможно, заняты каким-то определенным бизнесом, пусть и преступным. Они используют это все. И потом, вот вы привели пример, благодаря биткоинам человек купил реальный дом, то есть благодаря виртуальной валюте купил реальный дом. С этим уже приходится считаться, потому что это действительно примеры этого есть. То есть когда люди договариваются использовать это платежное средство, и число таких людей все больше увеличивается, и это за границей одного какого-то клуба переходит, и это все охватывает все большее количество стран, то с этим нужно тоже считаться, и это тоже нужно иметь в виду. То есть у людей растет параллельная экономика. У людей идет параллельный товарооборот, который не зависит ни от какого курса, ни доллара, ни евро, ни от цены барреля. Да, прошу заметить, все-таки оценивается этот самый пресловутый биткоин на относительно доллара. Это первый момент. Второй момент, ну опять же повторюсь, на мой взгляд, история раздута больше, чем она есть на самом деле. В любой пирамиде, а пирамиду можно создать на чем угодно, пользуясь незнанием людей, в любой пирамиде все равно за все заплатит конечный участник этой очереди. Рано или поздно она наступит. Это не первая история, и историю с голландскими тюльпанами можно вспомнить, 200 или даже 300 летней давности. Пока существует человечество, такие истории будут возникать регулярно. А что будет для этого поводом, абсолютно не важно. То есть пока виртуальному обороту не стоит уделять такого внимания? Я бы не разделял, Александр. Тут, знаете, есть валюты какие-то, которые, ну скажем так, как эквивалент используют реальные средства. Вот там популярные российские кошельки, ведь они же первоначально, чтобы там у тебя появилась какая-то валюта, какой-то баланс на кошельке, ты должен его пополнить реальными деньгами. Будь то наличные деньги или безналичные, со своего счета в банке ты с карточки пополняешь, а потом оперируешь этими. По сути, они, ну, можно сказать, обеспечены, наверное. Или бы гарантированно. Да, это как эквивалент условной единицы. Да, это эквивалент условной единицы, эквивалент реальным деньгам. То есть человек натуральным образом зарабатывал деньги, получил зарплату, пошел, перевел их просто в другой вид расчетов, в расчеты именно электронными деньгами, которые принимают какие-то участники системы, например, магазины или еще кто-то. И начал рассчитываться, потому что так просто банально удобнее. То есть это что послужило стимулом появления этих электронных денег 10 лет назад? То, что человек хотел купить, например, какой-то товар в США или там во Владивостоке, даже из Москвы. И не было там такой прям удобной инфраструктуры, чтобы ты на алт туда перевел или там что-то такое. Начали появляться системы, где кто-то какие-то гарантии давал. Заводились два пользователя, они перечисляли вот эти вот электронные деньги. Система гарантировала, если там где-то мошенничество появилось, возвращать первоначальному владельцу эти средства. Каждый участник этих денег мог обналичить в реальные деньги, в рубли. Система гарантировала, что по какому-то курсу надо будет выдавать с комиссией в 1%. Ты можешь опять превратить в реальные бумажки, в рубли, в деньги. Поскольку просто-напросто шел прогресс впереди немножко, чем система расчетов, скажем так. Сейчас уже, наверное, так нельзя говорить, потому что и карточки принимаются во многих интернет-магазинах. Даже в парикмахерской и в такси? Нет, я про онлайн сейчас говорю. Пять лет назад такого не было. Сейчас ежегодно практически удваиваются обороты в каждом магазине. По картам растут и растут относительно других расчетов. Поэтому тут история с теми биткоинами. Я как-то ее бы немножко выделил в сторону. На самом деле я с ним не знаком совершенно. Ну пиринговая система. Да я много пользуюсь разными кошельками. В принципе со всеми знакомыми попользуюсь. А вот с этими нет. У меня вот сходится такое ощущение появляется, что вот вы сказали, что это какие-то теневые, нехороший бизнес, еще что-то. Видимо, может быть, вот там они их используют. Может быть, какие-то там ставки, где-то покер, где они выводят деньги на счет быстро. Или еще какие-то еще более грязные вещи. Поэтому я с ними не знаком. Поэтому шкурская страна. Я, честно говоря, даже знакомиться с желанием не возникает. Ну, если мы считаем, что это все-таки наш враг, враг законопослушных людей, то мы должны изучить своего врага. И особенно того врага, который растет на сотни процентов ежемесячно. И последний вопрос в этой программе. Ситуация 90-х годов. Она сможет повториться? Речь идет о том, что зарплаты на заводах выдавали товаром, потому что не было именно налички. То есть между предприятиями не было оборота наличных средств. И в результате людям задерживали зарплату не только потому, что в 90-е пробуксовывала экономика тогда в связи с падением империи советской, но и потому, что действительно денег как таковых не было. Вот сейчас в связи с тем, что развита система безналичной оплаты, можно избежать этой ситуации? Думаю, что это было все-таки вторично. То есть отсутствие живых денег, это не главное тогда было? Да, это, конечно, безусловно, не главное. То есть первоначально был политический кризис. Вторично, соответственно, была изменена полностью практически на вся система, которая существовала обеспечения. Включая систему расчета, включая банковскую систему. И уже как следствие, соответственно, был кризис неплатежей, недостаток наличных денежных средств. И что и привело к такому, может, как и пролечу во всей экономике. То есть любой стабильной системы, безусловно, государства, оно найдет возможность обеспечивать одну из своих главных функций. Это, в принципе, как раз денежное обращение. То есть при стабильной экономике такого быть не должно и такого не будет. Если же, не дай бог, возникнет какая-то политическая ситуация, которая может привести к каким-то кардинальным переменам, то здесь уже прогноз делать бессмысленно. Это форс-мажор, который, в принципе, не прогнозирует. Он случается неожиданно. То есть если бы в 90-е были развиты способы оплаты по безналу, ситуация все равно бы такая была? Была точно, конечно. Не спасли бы. Большое вам спасибо, уважаемые радиослушатели, которые воспринимали нашу программу. И большое спасибо нашим гостям. Это Александр Чувствов, председатель управления Банка региональной кредиты и член Всероссийского объединения предпринимателей Клуб Лидеров. Андрей Дьяченко, портфельный управляющий, управляющий компанией Альфа Капитал. И Илья Саламатов, гендиректор проекта Плати за Ру. Меня зовут Александр Кашапов. Услышимся уже завтра. И еще раз всем спасибо. Оставайтесь с нами.